слава иисусу христу господу нашему у тебя дым в голове понятное дело же еще бы ты бога видел ты дым из головы своей убери и тогда нормально увидишь бога как человек он явился в иисусе христе посмотрите иконы вот иисус христос ну вы богу от этого не не горячо не холодно вам пол хуже только от этого чего неблагодарные садитесь кушать а тот кто вам дал еду кто вас сам дал вам глаза дал тому вы неблагодарную неблагодарная свинья таких называют но я не про вас говорю я ему бога я ему у меня создал чё и как ему не верит а как я появился тогда вы только не материтесь создать как они меня создали если они даже не знаю какого у меня цвета будут будут волосы как у меня будут глаза ничего не знали тот тот создает он знает что делает они нет чего не раз излили похоть и все свою больше ничего нету ты уже вышел а мог и не выйти только прошу прошу только не материтесь пожалуйста и друзьям скажите сквернословен да конечно злоречивые узлоречивым написано участь в озере огненным нет просто нас бог такими создал людьми сознательными чтобы мы просто так свой язык никуда не употребляли и свое тело тоже вот вы курите да а написано тело храм божий то есть вы оскверняйте храм божий который он вас создал чтобы ему служили чтобы вы были святы в жизни то есть поступали по праведности а вы портите ну или вас друг пустословие к примеру это тоже большой грех у меня девяносто восьмого года машина у меня девяносто восьмого года машина вот я езжу той тойота праворульная у меня и ничего я на нее день никакой монету лексуса я не знаю что ты говоришь если кто-то ездит он за себя ответ даст ответ перед богом но мы-то даже за себя смотреть мы же ты же за него не будешь отвечать перед перед богом не будешь а если бы ты если ты бы а ты чё сделал чтоб таких не было людей чтобы они ты в ты лично что сделал для этого но ты богу должен если ты хочешь жить быть совершенным написано господь говорит раздай имение свое следуй за за мной за христом а не за попом ну за христом чтобы следовать надо знать его волю а это написано святой библии но если вы хотите богу служить то конечно надо все раздать слава иисусу христу господу нашему богу с наступающим рождеством вас а вы знаете вот сегодня воскресенье почему она так названа воскресенье но вы не слышали не знаете почему кто воскрес кто кто воскрес как вы думаете кто-то бухал никакого отношения они мертвы уже там некому воскресать они всегда мертвы были конечно а вот кто воскрес 2000 лет назад иисус христос его распяли иону а рождество наступил 2020 год от чего 2020 год отсчет идет вы не знаете от рождества верно от рождества христова то есть какое-то событие такое произошло которое весь мир потрясло и весь мир теперь живет по этим датам и вот это событие если вам вы о своей душе хотите позаботиться чтобы спасти ее угодно быть святым пред богом то надо это знать все кому денег заплатить да я говорю о христе они рпц христос господь сошел чтобы мы стали стали святыми он умер за наши грехи умер понимаете за наши грехи он заплатил за нас и призывает нас всех покаянию к святой жизни здесь рпц это какого не нравится рпц и идите католикам не нравится католики идите григориан армян ну не нравится смотрите католики идите григориана армянам это все церковь не нравится premiere аном идите к об там Все церкви, которые идут от апостольских времен, их пять. Написано, Господь сказал, я создам церковь мою, и врата Ада не одолеют ее. Господь рассказал, значит они и... Друг, Христос-то сказал, что я создам церковь свою, и врата Ада не одолеют ее. То есть ее до конца мира не одолеют. Когда-то, когда-то что-то сказал, но то, что до нас дошло, значит сколько раз уже исковеркали, уже не так истолковали, истолковали так, чтобы было им выгодно, власти выгодно, понимаешь? Ну смотрите, написано, Иеремия 1,12. Я бодрствую над Словом Моим. Господь говорит, я над Ним бодрствую. То есть изменять Слово Он не даст, Он бодрствует над Ним. Иначе как Он будет свою волю проявлять? Бога-то не надо снижать. Он, если сказал Слово, написано, Слово Божие живо, то есть оно живое и действенно. То есть оно действует до сих пор. Так вы не поняли, изменить... У нас Библия, да, перевод синодальный, с масоретского текста. Евангелие найдено. Синайский манускрипт. То есть это древнейший-древнейший. И по нему было все это переведено. Вы посмотрите, есть такая наука, библистика. Библистика. Это как раз изучение текстов. Библия один из самых сохраненных текстов, которые существуют вообще в истории человечества. Кто спонсирует вот это изучение? Какое изучение? Кого? Ты же видишь, есть такая наука. Да это любой. Вот вы захотите, можете стать библистом. Начнете заниматься, будете археологию там изучать. И все. Это наука такая, целая наука. Наука, наука такая. Так я и говорю, вы можете сами быть в этой науке-то, если захотите. И никто вас спонсировать-то не будет. Ну как уж, если никто не спонсирует, как его изучать, если у тебя нет средств? Ну, хотя бы изучить то, что уже изучено. Ну, то, что изучено, тоже кем-то спонсировал, правильно? Ну я понимаю, вы как бы ничего не верите ни во что. Ни во что. Ну тогда не верите, что и Пушкин был, и... Ну и, а что тогда? Вы должны найти, если Бог понять, если Бог сказал свое слово, то он силен его сохранить. Вы должны это просто понять. Ну, вы верите, что Библия это слова Божьи, а не человека? Ну, так и написано, что писали святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым. Второе Петра 1, 21. То есть Дух двигал рукой их Дух Святой, то есть Бог. И ни одна йота, ни одна черта не уйдет закона, пока не исполнится все. Вы просто не понимаете, что это за книга. Если бы поняли, начали бы ее читать, вы бы увидели, человек такому невозможно написать, человеку это. Просто невозможно такое написать. Просто это... Пророчество, которое сбывается через 2000 лет, разве возможно написать? Главное, знаешь что? Лишь бы ты сильно вот в эту, не углублялся, прям туда не полностью, с головой не занырил. Понимаешь, да? Да я оттуда не выныриваю даже. Ты что? Ну, уже все. Можно это не говорить, а вот... Если ты хочешь спасти свою душу, то ты должен волю Божию познать. А воля Божия в Святой Библии. И спростить грехи может только Иисус Христос через своих священников, которые есть в церкви. Без этого никак. Хоть они какие, преступники могут быть, но благодать Божия действует через них. И вы... Да я, мне какое дело, я так как живу, мне никакого дела, у меня 98-го машина, 98-го года, мне не надо, я хорошо живу, и ничего. Если в бедности, хорошо жить тоже. Говорится в Библии. Ну так они ответят перед Богом за себя, а я за себя отвечу. Нет, нет, ну вот, что говорится в Библии. Насчет чего? Ну, право по этому, скажем. Как они живут. Написано, трудному богатому войти в Царствие Божие. Написано, трудно богатому войти в Царствие Божие. Это, говорит, как верблюду пройтись через игольное ушко. Вот так и говорится. То есть, о них плакать надо. Если у них есть какие-то такие грехи, то о них надо плакать и молиться, чтобы Бог выразумил. Но мы-то о своей душе должны позаботиться. Что ты говоришь в глазу брата твоего видишь пищенку, а в своем бревна не видишь. Христос нам так говорит. Я же говорю, зачем их слушать, если они вот так вот... Да не их. Их вообще слушать не надо. Надо слушать Бога, Господа. Они сами поступают не по этой книге. Сами не по этой книге-то поступают. А мы должны поступать, потому как Бог сказал нам. Вы запомните, Библия святая, ее невозможно, ее Бог хранит, чтобы мы могли спасти свою душу. И церковь Бог хранит тоже. Давай, знаешь, что еще изучи вместо Библии? Коран изучи лучше. Так я Коран и так изучу, и что ты мне говоришь? Я и так знаю. 5 сура, 47-й аят. Ну, рассказать тебе про Коран, что ли? Про одного... Нет, подожди, выслушай меня. Есть одна история, вот, Мекка же есть, знаешь, да? Ну, конечно, знаю. Вот там стоит этот... Кабак. Так, есть такое. В какой-то стране, короче, спецслужбы отправили своего агента, короче, чтобы он добрался до этой Кабы. Он, короче, сколько-то лет, лет 10, что ли, изучал это все, арабские эти... В арабские страны жил, короче, арабский язык, заняла. И пошел, сделал хач, короче, совершил. Зашел до Мекки. И пока он изучал, вот, арабский язык, Коран, вот, этого, мусульманского пока изучал. А его для чего туда отправили? Чтобы он добыл осколок, короче, камня, который лежит в Коране. Ты знаешь, да? Который лежит в Кабе. Черный камень. Конечно, знаю. Да, да, камень черный. Вот. Его отправили, чтобы он взял этот осколок. И пока он изучал мусульманство, короче, он, то есть, сам принял мусульманство. Он добыл этот осколок и потом доставил, куда его просили, короче. И потом, короче, ушел в мусульманство и все вернулся обратно. Ну, если бы он знал христианство, если бы он знал Святую Библию... Он был христианином. Он не знал ничего это. Потому что написано, верующий в Сына имеет жизнь вечную. А не верующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Какая? Он в Сына не... Если ты принимаешь ислам, ты перестаешь верить в Иисуса Христа как Бога. В Сына. Все. Ты под гневом Божьим. Под гневом Божьим сразу же. Анафема тебе и все. Я могу сказать, это... Так-то Бог един, братец. Знаете, сколько разночтений между Кораном и Библией? 5400 с лишним. А вы говорите... Бог один. Абсолютно разное. Абсолютно.